20 февраля 1959 года постановлением Совмина СССР в целях всестороннего изучения экономических вопросов, возникающих в ходе хозяйственного и культурного строительства, а также рассмотрения предложений по развитию производительных сил страны, был образован Государственный научно-экономический совет Совета министров СССР, или, короче, Госэкономсовет. За Госпланом оставалась разработка вопросов текущего народно-хозяйственного планирования и координации хозяйственной деятельности союзных республик, а на Госэкономсовет возлагалась вся работа по перспективному планированию, в том числе разработка пятилетних планов и генеральной перспективы на 20 лет вперед. Главной задачей Госэкономсовета была разработка экономического раздела новой программы партии. В течение 1960 года им был проделан титанический труд по созданию генеральной перспективы развития народного хозяйства на период по 80-й год. Эта перспектива насчитывает 480 томов в Российском государственном архиве экономики. Она столь обширна, что еще ждет коллектива исследователей, которые смогут подробно ее изучить. По меткому выражению современных историков Сергея Баканова и Александра Фокина, которые работали с отдельными томами этой перспективы, для советского руководства в то время коммунизм означал советскую власть плюс американский уровень жизни. Вот, к примеру, описание коммунизма из книги 1961 года выпуска. Коммунизм – это вполне реальные и конкретные условия жизни народа. Это короткий рабочий день, хорошее жилье, самая низкая в мире квартирная плата, хорошая одежда, накормленные и напоенные дети, бесплатное обучение для них, государственные стипендии для студентов, бесплатная медицинская помощь, пенсионное обеспечение, отмена налогов с населения, которых у нас через пять лет не будет совсем. Вот что такое элементы коммунизма на деле, в жизни. Убери слово «коммунизм» и получится описание государству всеобщего благосостояния. На первой ступени коммунизма, которую планировалось достичь к 1980 году, радикально расширялись объемы оказания бытовых услуг и общественного питания. То есть должны были резко сократиться объемы домашнего труда, особенно женского. Улучшалось обеспечение больницами и санаториями, но при этом сохранялись деньги, торговля, зарплата, сохранялся квартирный принцип расселения, ориентированный на нуклеарную семью. А планирование рабочего времени и отпусков означало сохранение контроля над трудовым поведением человека. Баканов и Фокин обращают внимание, что планы строительства квартир, объемы выпуска холодильников, стиральных машин и телевизоров свидетельствовали, что несмотря на рост общественного питания, планировалось сохранение и индивидуальной готовки, и индивидуального досуга. А планы развития системы образования консервировали различия между умственным и физическим трудом. Доля продолжающих обучения в старшей школе на весь период оставалась практически неизменной. 24 мая 1961 года Президиум ЦК КПСС поручил Госэкономсовету совместно с Центральным статистическим управлением на основе проделанной над генеральной перспективой работы представить расчеты к экономическому разделу проекта программы КПСС. Уже 8 июня руководители ведомств направили эти расчеты в ЦК. Главное, что обращает на себя внимание, это сопоставимые темпы роста промышленности в отчетном периоде 50-60 год и на перспективу. На будущее их закладывали даже чуть меньше тех, что были в 50-е. Другими словами, при условии, что в 60-е и 70-е годы экономика развивалась бы такими же темпами, как в 50-е, программа по промышленности была бы выполнена. Программа в части промышленности не была фантазией, а опиралась на уже достигнутые успехи. Но экстраполяция сыграла с исполнителями злую шутку. А вот в сельском хозяйстве должен был быть совершен скачок, которого предыдущая советская история не знала. Если за 10 лет с 50-го по 60-й год продукция сельского хозяйства выросла в 1,6 раза, то за следующие 10 лет она должна была вырасти в 2,5 раза. В направленных в ЦК КПСС расчетах к экономическому разделу программы практически отсутствует обознавание, за счет чего будут достигнуты столь высокие темпы роста. Указано, что они были получены, исходя из поставленных политических задач — догнать и перегнать развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения, полностью удовлетворить потребности населения в продуктах питания по научно обоснованным нормам. Это наводит на подозрение, что расчеты представляют собой простое математическое упражнение — с каким темпом надо расти, чтобы через 20 лет достигнуть нужного уровня.